Это новая икона, написанная нашим новомучеником Ивантеевского благочиния. Здесь входят отцы, вот видите, священники, диакон один. На этой иконе написаны в прошлом году 8 новомучеников, прославивших Ивантеевское благочиние. Это Николай Георгиевский, Сергий Кротков, Александр Русинов, Павел Успенский, Николай Тахтуев. Непосредственно в Ивантеевке, в Смоленском храме, служили трое. Миряне Павел Кузовков и Николай Копнинский, а также священник Александр Вершинский. Александр, протеерей священник, он служил в этом же храме. И служил, кстати, не очень долго, почти год, вот последний 37-й год, 1937-й. Он был простой, добрый священник, служил мирно и молился, и вместе с людьми. Но тогда такое время было, это было советское время, когда Ленин же приказал всех, чем больше Попа убьете, тем лучше. И вот убивали его слуги и дьявольские слуги священников, разрушали храмы, разрушали монастыри. Нашего отца Александра обвинили в организации при церкви антисоветской контрреволюционной группировки. К тому моменту он нес служение церкви около 40 лет. Обвинителями выступили диакон и второй священник. Неделя допросов в Таганской тюрьме и скорый суд тройки НКВД вынес смертный приговор, а храм вскоре закрыли. Но они до конца своих дней претерпели мученическую свою кончину, те страдания, которые у них были. И вот 8 декабря в этот день произошло убийство, расстрел отца Александра и Павла. А мученик Николай, он уже был позже, умершлен уже в лагерях. И, конечно, очень важно, мы, вспоминая подвиг новомучеников ивантеевских, мы должны брать пример с них. А пример в чем? Что каждый из нас, каждый человек на своем месте, он должен жить по правде Божией. Отец Александр Вершинский и Павел Кузовков похоронены на Бутовском полигоне. Как святых и мучеников, пострадавших за веру Христову, Церковь их прославляет с 2011 года. А в Ивантеевке возводится храм, посвященный памяти христиан, не отступивших от веры и прославивших город.